Потому что он в 90-е годы вытащил Россию из гомна. А вообще ваше личное отношение к Владимиру Путина? С учетом того, в какой стране мы живем, пожалуй, выслушай, но останется при мне. Настоящий выбор в 2024 году президентский, как вы будете голосовать? Ну, вероятнее всего, что да. Если интересуется, за кого буду голосовать, за Владимира Владимировича Путина. А почему внук? Любимый президент, хорошо правит страной, разбирается в политике, грамотный подход. Считаю, каждое действие, которое выполняет, является правильным. Конечно, только он. В общем, никто. Почему? Потому что. Потому что Путин – это сила. Больше никого не вижу, кроме него. А если бы были еще какие-то кандидаты? Ни одного больше. Я один единственный человек, за которого я только проголосовал. Да. Почему? Хочу. Хотите? Да. А вам нравится вообще, ну, вот ваше личное мнение какое-то? Ой, нет, мне политики не надо, мне вот это спрашивать. Вообще, я в своей жизни ни разу не голосовал. Но только потому, что я примерно представляю, как все это работает. Не вижу никакого смысла просто. У меня нет никакой ни государственной работы, ни каких-то юридических обязательств. Поэтому не вижу смысла. Ну, а ваше отношение? Вот как вы думаете, засиделся, не засиделся? Долго или недолго? Я знаю, последний соцопрос был по населению России. И россияне не хотят видеть президента старше 70 лет. В целом, я поддерживаю решение. Потому что я из поколения, которое и вот прошлое помнит, и нынешнее, и, ну, уже, короче, парашюта меня. Уже все. Надоело вот. Да. Почему? А потому что я этому человеку верю. Потому что он в 90-е годы вытащил Россию из говна. Тут все этим сказано. Да, да, да. Только за него, за Путина. Однозначно. Сильной стране нужен сильный президент. И другого такого человека я не знаю. Я очень уважаю его как человека. Путин сильный президент, да. Ничего не решил еще. Буду, не буду. Это еще под вопросом. Я думаю, что, наверное, выборов не будет. А почему? Ну, что-то придумают, наверное, оставить. Потому что военные действия какие-то идут и так далее. Я так думаю, не будет выборов. А там посмотрим. А как будет? Ну, среднее. Не сказать, что прям в последние моменты немножечко разочаровали в его действиях. Ну, а так, в принципе, нормально. Безусловно, да. Почему? А потому что за кого еще? Ну, вы видите реальных кандидатов, за кого можно было бы проголосовать. Даже не из тех, кто собирается или, возможно, выдвинется. А в современном политическом поле России есть люди, которые способны руководить такой страной, как наша? Я считаю, что нет. Там я слышал, что Явлинский вылез откуда-то и решил снова выдвинуться. А кто это? Кто за него? Зачем? Просто заработать денег. За Путина буду голосовать, да. Нет, конечно. Почему? Потому что я считаю, что это не президент России. Я считаю, что это тот человек, который не достоин возглавлять такую страну как Россия. Ну, это мягко сказано. Если говорить не на камеру, то... То есть вы считаете, что он немножечко засиделся, да? Я не считаю, что он засиделся. Я считаю, что это... Ну, это... Ну, это... Ребята... Ну, а о чем тут говорить? Человек, который загнал страну в жопу и взял войну. О чем тут говорить? Если я решу пойти на выборы, я, скорее всего, проголосую за Путина, да? А почему? Что почему? Почему я решу пойти или почему я за Путина проголосую? Нет, почему вы за Путина? Скажем так, человек достоин уважения. Я считаю, что он действительно нашу страну сейчас на международной арене представляет очень... На высоком уровне и, ну, во всем мире, наверное, нас будут гораздо больше уважать после того, как... Ну, надеюсь, что дойдет все до логического завершения, да, того, что сейчас делается. Ну, и будет все у нас хорошо. Обязательно. Почему? Потому что целиком и полностью поддерживаю политику Владимира Владимировича. Не хочу возвращаться в 90-е и конец 80-х. Я их прожил, больше не собираюсь. Я горд тем, что за 21 год мы добились уважения в мире, стабильности, какая бы ни была, при каких санкциях. Это, считаю, заслуга, истинная заслуга Владимира Владимировича Путина и его команды. Отношусь положительно, считаю, что поднял страну после развала. И теперь уже уважение к нашей стране в мире появилось относительно того, как прежде было. Поэтому буду голосовать. Я, в принципе, не буду голосовать. Ну, не вижу в этом совершенно никакого смысла. А вообще ваше личное отношение к Владимиру Путину? С учетом того, в какой стране мы живем, пожалуй, выслушаю, но останется при мне. Я, в общем, не приду на голосование. Почему? Работаю. Времени не будет. Работа, да, работа, да. Хорошо, а как вы относитесь к Владимиру Путину? Да, я думаю, среднее, как среднестатистический гражданин. Ну, не прямо, я в восторге. Я просто в политику не суюсь, я как бы оттуда далек. Как бы я вижу, что, в принципе, как у нас в стране все хорошо, все нормально. Поэтому у меня такое лояльное отношение. А как вы думаете, затянулся, не затянулся, то, что он пойдет на еще? Ну, если честно, ну, много кто говорит, ну, как бы витает то, что уже слишком долго срок. Не знаю, ну, мне кажется, то, что как бы все вроде как хорошо, поэтому, может быть, это нормально. Ну, а так, как бы, да, я думаю, народу отчасти хочется разнообразия какого-то. Конечно, конечно. Очень уважаю и, честно говоря, лучшего я даже кандидата не вижу. За все это время вы считаете, что это лучший президент? Да, я считаю, это лично мое мнение. На выборы я не хожу, не голосую ни за кого, потому что отвечаю в своей жизни сам за себя, не передаю эту ответственность кому-то, даже президентам. Я до этого за меня не голосовал. Почему? Почему? А почему да? Ну, ваше личное отношение какое оно? Я не вижу искренности в его отношению к гражданам, в первую очередь. Считаете ли вы, что он достаточно долго держится за власть? Конечно. Я где-то читал, могу сейчас ошибиться, про устройство государства в других странах. Французская республика, там что-то такое. Нам нужна республика. То есть, когда есть сменяемость, и президент не находится у власти более, там, ну, могу ошибаться, там, два, три, четыре года, там, что-то такое. То есть, должна быть сменяемость, то есть, человек приходит на пост, он должен за этот срок, выделенный ему, постараться улучшить жизнь своих граждан, несмотря на то, получится у него или нет, он должен уйти, должен прийти следующий. В таком случае будет, ну, какая-то вероятность того, что что-то будет происходить. Буду голосовать обязательно. А почему? Ну, во-первых, кто начал, тот и заканчиваю. Это первое. А второе, ну, я не вижу ему компрент. Умный товарищ. Спорный вопрос. Почему? В связи с сложившейся всей ситуацией, повод про Украину, спорный вопрос. Ну, как бы я поддерживаю за Родину, но тяжелый, очень сильный вопрос. Ну, а то, что это ваше личное мнение, президент, там, засиделся, не засиделся вообще? Ну, возможно, да. Ну, я как-то в политику не лезу особо, но, может, и засиделся. Надо было бы что-то попробовать новое. Поэтому тяжело ответить. Да. Почему? Ну, других вариантов я не вижу в нашей стране. А если бы были бы другие варианты? Собчак? Ну, к примеру, даже, ну, не Собчак, но, может быть, другие бы кандидаты. Все-таки сколько Владимир Владимирович ушел? Ну, да, ради бога, пусть правит, сколько хочет. Я думаю, что пока он не умрет, он будет привласть. Ну, а вы сами, вот, ваши личные отношения, как вы приобретете? Да все нормально, все стабильно у нас в стране. Может быть, и нет. Почему? Пока что еще других кандидатов особо не в курсе, кто там будет. Вообще кандидатов, кажется, нету официально, еще выдвинутых. А ваше личное мнение, если бы другие были бы кандидаты, вы бы голосовали за других в Москве? Так там уже будут другие кандидаты, насколько я знаю. Ну, и, наверное, буду голосовать, может, за кого-то другого. Владимир Владимирович Путин, а что вы про него думаете? Ну, лидер нашей страны, думаю, поддержит много человек в его стране. В принципе, мы тоже будем голосовать. Будем. Почему? Ну, в принципе, оно и всегда так было. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. У нас с политикой, ну, с ним более-менее нормально идет. То есть, сложностей никаких нет. Ваше личное отношение к президенту вам нравится, как он? Да. Политика, в принципе, более-менее нормальная у нас. Проживать, жить им можно. Конечно. Почему? Ну, потому что он, может, во внутренней политике и не очень хорошо себя ведет, но во внешне вполне себе достойно. Это уже, ну, доказано. Да, обязательно. Почему? Я думаю, что он поступает мудро и хочу, чтобы политика эта продолжалась дальше. И желаю ему терпения и здоровья. А выборы президентские? Да, конечно, конечно, да, буду. Почему? Ну, я живу в России, мне так нравится. Ну, ваше личное мнение, в принципе, к президенту, какое? Как гражданин России? Все хорошо, я всем доволен. Мне все нравится. Возможно, если дойду до выборов. Обычно у меня просто лень туда дойти. Проголосую. Почему? Ну, потому что нравится Владимир Путин. То есть за все это время вас устраивает президент, да? Ну, в принципе, да. Да. Почему? Ну, он уже надежный, проверенный человек. А вот ваше личное мнение, как вообще вы считаете? Ну, как относитесь к президенту? Положительно. В принципе, в принципе, я не вижу другого лидера, который мог бы занять этот пост. Альтернативы не вижу. А вот ваше мнение, как вы, в принципе, относитесь к Владимиру Путину? Ну, как к лидеру, который достаточно хорошо ведет страну и очень много сделал для России. Ну, если принесли так... Ага. Эта лидера. Возвращается. Утаки-то. Был.